Всем привет! А мальчик пришел в садик. Кэр, скажи, как тебе там было? Новая камера. Мы себя не видим. Камера не селфи. Разговариваем чисто с глазом. Чисто с вами. Смотрим вам в глаза. Дэнь, а ты походу рыбку ел. Что, рыбка с рыбкой, да? Рыбкой пахнет мальчик. Пришел, улыбается. Дэнь, как тебе там было в садике? Расскажи. Малышня, что вы делали сегодня? А? Что вы в садике делали? А что ты грязный весь? Тебя там не умыли что ли? Тебя не умыли? Забыли? Или баба тебя быстро забрала? Ой, мы вот так танцевали. Мы вот так прыгали. Вот это да! Вот это так весело! Я же тебя знала, куда веду. Тебе понравится там попа моя. Вот так. Раз, два, три, четыре. Это на зарядке, да? Раз, два, три, четыре. Такой мужик, так вырос. Ты навязала, уже спаденький, да? Сейчас будешь? Конечно. Сейчас мама поедет по делам. Накрасилась, главное такая сегодня. Уложила волосы и снимала видео. Пожалей маму, пожалей, поцелуй мамочка, поцелуй дверь. Ну что ты маму обидел? Маме больно. Пожалей, мамочка, поцелуй мамочку, давай, пей. Пожелей, поцелуй, поцелуй, поцелуй. Пожелуй, мамочка. Я сам улыбаюсь. Ну что, я продолжаю тестировать свою новую камеру, потому что я хочу ее взять с собой в Европу. Последний раз, ну не последний, а на сегодня последний раз вы видите у меня такую красивую. Помада, кстати, на мне из набора в серой упаковке в моем магазине продается. Потому что знаю, вы не спрашиваете, я уже везде, и в инстаграме, и везде, везде сказала об этом. Я приехала в салон InFarish. Девочки сказали, что у них какая-то новая процедура для лица есть, сразу меня пригласили, и еще процедурка для волос. В общем, а я сегодня снимала для вас видео, поэтому накрасилась и накрутилась. Конечно, очень жалко, что все это будет портить, но они будут работать со мной изнутри, приводить в порядок мое лицо, убирать морщинки, и что еще? Ну, убирать морщинки. Так, я здесь не растеряла киткат, купила киткат белый. Ча я хочу попить. Я уже опаздываю, как всегда. Здрасте. Я не опаздываю. А, то есть я не опаздываю. Смотрите, у меня новая камера, видишь? Привет. Это человек, который будет заниматься своими волосами. Привет. А я умывать буду. А, да, а ты будешь умывать. Я взяла, смотрите, кстати, шоколадки белые, белый киткат. Хочу попробовать, я вам принесла. Ух ты, мы все надеемся. Да? Да. Вот молодцы, девчонки, учитесь. А я сейчас заточу перед вами шоколад. Нет. Буду дрозить. А первым делом могу дать сейчас на лицо? Да. На лицо, а потом волосы. Так расскажи, что за процедуру будет, а то я даже не расскажу. Девочки, подожди. Делать карбокситерапию. Кого? Будем делать процедуру карбокситерапию. Так, что-то новое, да? Это неинвазивная, да, процедура. Она улучшает цвет лица, насыщает кожу кислородом, активными микроэлементами, дает ей активный заряд энергии и водостей. Мы будем колоть что-то, или это просто какие-то крема наносить? Нет, 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 это будет поэтапная процедура, семиступенчатая, никаких уколов не будет, чисто масочкой. Сколько времени она длится? Примерно час. Ого, мое лицо будет целый час регенерироваться. Супер. Ну все, я разделась практически. Ложусь в мягкую подушечку, попили чай, съели новый киткат с белой глазурью. Вкусный, да? Да, слила все-таки до нас, да? Да. С правильного мути. Ну ты чуть-чуть съела половинку, ничего страшного. А почему я включила камеру? Просто я хочу, чтобы и вы, и я, когда буду монтировать это видео, и потом пересматривать, насладились моим макияжем, очень редким. И вот, прическа. Красиво, да? Все, увидимся, когда умоемся. Ну, когда уже все будет сделано. Сейчас мне очистили кожу. Губы, кстати, не стали трогать, потому что они не нужны. Они очистили все, потом нанесли со шприца такой интересный состав. А потом, когда Света положила маску и придавила руками, она начала все шипеть, покалывать, прилив крови к лицу. И такое необычное ощущение вообще. И еще подбородочек сделала. Вот сейчас я лежу и такая в шоке. Очень интересная процедурка. Мне нравится. Все, закончилась процедурка. Можно все снять. Блин, какой у девочки карт получила. Честное слово, прям большое спасибо Свете, что она меня позвала. Потому что это реально, вот, 50 минут лежать, эти разные ароматы. И тебя водят по лицу. Ой, какая она великая. Вообще, такой кайф. Так приятно. Я прям, мне кажется, выскалась даже. У меня просто каждый день, вот, жаловалась Светлане, что нет времени совершенно на себя. Нет времени вот так вот лечь и отдохнуть. А тут раз, пришла, надо, лежи и отдыхать, надо. А теперь сейчас пойду, еще с волосами будет у меня Анечка работать. Что она мне, кстати, собирается сделать, интересно. Все, Андрей. Хорошие, да, ощущения от процедуры? Ощущения вообще классные. Спасибо тебе, дорогая, что ты меня позвала. Ну, здорово. Прям подарок, прям подарок судьбы. Подарок от Светлана. Ой, вообще, надо, нельзя пренебрегать всякими процедурами. Нужно постоянно их делать. Я кайфанула. Да, да? Да, ты делала, кстати, процедуру эту? Я ни разу. Вообще, сделай. Вообще, кайф. Бери, а выспавшие сериалы. У меня прям лобик разгладился чуть-чуть. Уп, посвежая. Селина, сейчас до сюда. Я теперь... Давай, давай. Ты, кстати, что мы будем делать, скажи? Мы будем делать коктейль мохито. Для волос. И вот, я говорила, сюрприз. Вкусно. Коктейль мохито для волос. А что он делает? Он очень хорошо увлажняет. Это экспресс-оход. Экспресс-оход, короче, да? Ну, посмотрим, заценим ваш мохито. Очень вкусный, кстати. Да? Тоже арома. Но это мохито. Блин, ну, все, что с аромом, я вообще кайфую. Обожаю. Ну что, все. Суббота. У меня девочки вообще сделали супер-внепроцедуру. Карбокситерапия для лица. Она вообще там какая-то супер-универсальная. И увлажняет, и очищает, и предотвращает там акне, и предотвращает старение. В общем, такая уходовая процедура. Классная. Она, кстати, очень необычная. Да, я вроде что-то снимала, а вроде что-то нет. Я не помню. Половину в инстаграм, половину сюда. Но интересный процесс, когда что-то нанесла светом мне на лицо, потом положила маску, начала придавливать руками, и у меня прямо там начало все покалывать, шипеть, стрелять. Очень необычное такое ощущение, но абсолютно безболезненное. И самое классное, что мне понравилось, во-первых, эта процедура длится 50 минут. Это наслаждение. Там и массажик, и одно, и второе, и третье, что-то смываешь, наносишь. Это очень приятно. Плюс массажик. И еще арома. У каждого средства, какое я наносила света, просто нереальный аромат. И, честно, для меня, я вот уже давно поняла, что я по запахам просто нюхач. Или как там правильно говорить. Ну, в общем, я запахи просто, если что-то вкусно пахнет, у меня настроение на целый день. Потом меня забрала Аня и сделала мне невероятно ароматный коктейль на волосы. Мохито называется. У них какая-то новая процедура появилась. Такая экспресс-уход, увлажняет, тоже там вот все делает с волосами как нужно. И, честно говоря, мы прям посидели 20 минут, и прям вообще волосы, она начала их сразу смывать, и я уже под ее руками почувствовала, что волосы прям как шелк такие вот льются. И все, потом просто посушила, а еще какие-то средства нанесла, спрейчики, и вообще кайф. Короче, я зашла, такая вся уставшая, а вышла, все такая, пахну. Кстати, запах на волосах до сих пор держится. Спасибо, девочки, зовите меня еще, это вообще очень круто. Я прекрасно провела, два часа прямо отдохнула, честное слово. Вот, а сейчас у меня какие дела? Мне надо, блин, визу купить. Мы уже получили визу, наконец-таки, с Кристиной, нам одобрили. Теперь нужно купить билеты. А я там тот день подвигаю вперед, тот день назад, там один есть отель, который я хочу приобрести. И он там вот один день подвигаешь, этого отеля нет. Один день сдвигаешь, он есть. И, короче, с этими вот надо манипуляциями, мне нужно купить сразу... Сколько билетов? Туда-обратно, туда-обратно, 4, туда 8 билетов надо купить, чтобы они все были, и в этот момент успеть забронировать гостиницу, потому что гостиница, она бронируется, и деньги не возвращаются. Потом я все это скажу вам, как, что мне вышло, где, что делала. Вот. Это такой подарок на день рождения Кристине я решила устроить. Ну и себе, и ей, да, такой двойной подарок. В общем, взять ее на отдых, к друзьям, провести время, пофоткаться. В общем, такие дела. Все, сейчас кое-что мне надо еще поделать. Надо подумать, а то я пока снимаю, не могу думать. И да, я тестирую новую камеру, потому что я эту камеру хочу взять в Европу. Посмотрим. Мне кажется, просто больше охват будет. Со своей той камерой, во-первых, с ней неудобно, не дай бог, что случится. Она у меня тысячу раз уже падала. А эта камера маленькая, она везде лежит удобненько, да. И у нее широкоугольный формат, то есть она будет захватывать много всего, что рядом со мной происходит. Я смогу показать это все. Ну, надеюсь, нормально все будет. Мы еще и проверим ночную съемку. С дедочкой выше. Давай, мама, ручку держи. Садись. Нет, только не так. Нельзя так, дедочка. Садись на папочку. На мамочку садись. На папочку. Давай, мама, подержь. Так это мы сами можем, да. На ручке. На ручке. Что-то ему захотелось на ручках побывать. Ветерок небольшой, но такой теплый. Ты куда, Дэнь? Короче, бегаем чуть-чуть, дедушка. Аккуратно, Зай. На качельку пойдешь? Аккуратно. 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 Дэнь, аккуратно, Зайка. Так мы катаемся. Вечером так хорошо. Мама сказала, что это последние такие теплые деньги остались у нас. Завтра уже будет холодно. Говорит, и шапку, и штаны одевает. Пацану. Прогуливаемся. Еще мне очень нравится, вот так бывает, мы с Дэнчиком, вот он на ручки возьмется и показывает мне. Куда? Вот я, например, куда, Дэн, идем? Куда, Дэн? Куда пойдем? И мы идем вот так туда. Потом тупик какой-нибудь, я говорю, куда дальше? Он показывает, как бы руководит. Мне так нравится, на самом деле, вот так гулять. Я вообще люблю вечер, когда еще, видите, видно небо, да, такое оно. Но уже как бы темно, и огни видно, вот что-то такое. Мне вот это время очень, честно говоря, нравится. Все видно, блин, как красиво. Это наш райончик. Красиво. Всем привет. Свет хороший, да, попало. Так, я тут приноравливаюсь, чтобы камеру не закрывать. Сейчас иду в магазин за хлебом. Сегодня фотографировала новинки всякие в своем магазине. Что сказать? Настроение хорошее. Лицо намазано приколюхой одной корейской косметики. Надеюсь, вы видите, как она светится красотой. В предвкушении поездки до нее осталось вроде бы как и далеко, но вроде бы как и недалеко. Кстати, у нас сегодня дождь прошел и... Деньку. А, дождь прошел и тепло все равно. Сейчас я схожу за хлебом, быстро поем, потому что я ни хрена не ела сегодня. И мы погуляем. Хорошо, что тепло. Что еще хочется сказать? Я на самом деле соскучилась за холодом. Многие говорят, лето, лето. Ну, я тоже там говорю, лето не уходи, тра-ля-ля. Но на самом деле я уже хочу пододевать свои новиночки всякие, курточки новые. Хочу кроссовки новые купить. В общем, я составляю уже список. Я специально до отъезда ничего себе не покупаю. Прям дала себе такой зарок. Я уже два месяца, ну, в месяц не покупаю. Вот еще один месяц осталось за конца сентября. Я ничего себе не покупаю специально, потому что хочу это все купить за границей. Это я зашла в магазин за хлебом называется. Взяла мой любимый хлеб. Здесь не работает кастрюшка. Я просто снимаю, да. Сникерс белый. Я не знаю, пробовали вы или нет. Я еще не пробовала. Но зато я пробовала кифкат. Белый, и мне он очень понравился. Так, творожные палочки. Я очень люблю. Беру шоколадные, обычно от карамельной. Первый раз вижу. Дониссимо. Давно смотрела на него, решила взять. Он такой красивый. С фламинго, розовый. Вот, то, что я люблю. Это мой любимый обломов. Я люблю у них и икру с синькими, с баклажанами, да. И икру обычную из молодых кабачков. Даже из кабачков лучше. Ну, короче, обломов крутая вещь. Не помню, сколько стоит. Всегда у меня дома активия. Одна должна быть. Я могу ее месяцами ездить. Она может пропасть, я выкину, но... Короче, беру. Ну и банан. Маломы. Мне всегда очень хочется есть. Они всегда душны. За хлебочком душу. И вот мы снова мы гуляем. Снова мы гуляем. Дима, аккуратно. Дима, это что такое за игрище? Я, кстати, заметила, что многие детки любят вот так делать. А если ударит, то да. Вот видите, погода какая немножко. Ну, поговори. Поговори. Ира, как дела, ребята? Я тут качаюсь. Качаюсь на качели. Качка. Ира, это ука. Это Милана первая села. Пусяк, пойдем? Пусяк, пойдем. Пусяк, пойдем. Ждем Лену в гости. Пойдем сейчас вкусняшки кушать. Привет, мои хорошие. Что-то я не могу в этот влог. Я не знаю, почему, но мне кажется, он какой-то... Не такой, как обычные все влоги. Может быть, потому что я готовлюсь к отъезду. И уже представляю, что там будет много всяких впечатлений, событий. И на контрасте, мне кажется, что сейчас, ну что, блин, обычные дни показываю? Что-то гуляю, хожу. Ну, садик. Ну, про садик расскажу. Даже не знаю, что рассказать. У меня одни дни, сейчас все похожи один на другой. Вчера, кстати, у меня было такое переутомление очень сильное. Девчонки говорят, что, скорее всего, это переутомление. Да и любимый говорит, что вот, пожалуйста. Я настолько много работаю, как бы, ну, то есть, снимаю, монтирую. И, получается, не высыпаюсь, хотя высыпаюсь. Ну, блин, я уже сколько раз, да, вам об этом говорила. Вы все время тоже говорите мне, побереги себя, побереги себя. Но у меня желания, они бегут вперед всего. То есть, поесть некогда, поспать. Ну, нет, я сплю хорошо, в принципе. Ну, я с малым в 7 часов утра встаю. А ложусь, ну, в час. В 2, это максимум вообще-то редко, когда бывает так. В час, в 12 ложусь. Звать, когда все хорошо, я, конечно, засыпаюсь с ним вместе. Бывает, просто я его укладываю и вырубаюсь с ним. И тогда я не делаю никаких дел. У меня тормозится видео. Вот 2 дня сейчас не было видео. Тормозится видео. И я не выкладываю его. Утром встаю, тогда уже как сумасшедшая начинаю все делать, снимать. Как-то все не успеваю, что ли. И получается, что вот так вот все, вот так вот. И нет такого, что прям я такая отдыхала, такая ничего не делаю. И вдруг не успеваю. Нет, я бегаю, стараюсь. И магазин еще тоже очень много времени отнимает. Про садик хотела рассказать. А, ну, да, я же не сказала, что у меня. Вчера, в общем, утром я встаю. У меня Ленусик была в гостях. Утром я встаю и чувствую, что мне плохо. Такое состояние, просто вот упадок сил. Вот просто не можешь руку поднять. Вот тут голова. И начала болеть голова и тянуть поясницу. Я сначала испугалась, думаю, может, что серьезное, может, что застудило уже. И я вот пока поделала дела, там, отправила посылки. И все вот так вяленько, все, блин, там, надо заправиться. У меня просто по нулям уже этот бензин. Я такая, блин, думаю, надо заправку ехать. И еду реально из последних сил. Я уже мысли были такие, думаю, доехать бы вообще до дома, блин. Медленно уже еду, переживаю. Потому что состояние такое вот очень прям вообще, вот так, знаете. Руку поднять не можешь. Это вообще стрёмная темка. Пришла домой, сразу мама, мне плохо легла. Короче, мама, давай мне всё трогать, там, то, то, то. Дала мне не месила, обезболивающая. И, в принципе, у меня через 20 минут прошла голова и прошла поясница. Но вот этот упадок сил, он остался. То есть я такая прям вообще вся вялая ходила, привялая. Сегодня встала уже более-менее бодрячком. Вчера уже ничего не делала, никаких дел. Только видео смонтировала. Ну, потому что два дня не было видео, надо было его делать. И, короче, смонтировала видео. И всё, я легла спать. Вот сколько я примерно маму легла спать? Вчера. Вчера она легла, да? Дом 2 не дождалась. 10? 10 часов где-то. Вот. И проснулись сегодня в 8. В 8 я встала. Ну, всем уже малой встал, он начал что-то шуметь. Я уже одним ухом там смотрела за ним. И мама смотрела за ним. Ну, всё равно, когда... Я всё равно, даже когда мама здесь, всё равно, я как-то слежу там, где он бегает. Чувствую, там, ветерок подул. Говорю, мама, он там одет, он там не застудится. Ну, короче, всё равно нет-нет, да. Я что-то комментировала там утром. Вот. Потом отвела его в сад. И, ну, намного легче, чем вчера. Но я всё равно ещё чувствую, что особо сил нету. То есть можно сейчас, но я чувствую, что не надо. Надо отдохнуть. В сад ребёнка вчера я оставила первый раз на сон. Но он поспал там час, да, мам, всего поспал? Час. Час 10 поспал. Он, в общем, видимо, кто-то, может, начал шуметь. Хотя детки все спали, но кто-то вроде там проснулся. Уже вертелись. Да, вертелись уже кто-то. И он уже такой встал. А я смотрю, она его что-то укачивает такая. А мы его вообще не качаем же. Я помню, что вообще, когда я его даже качала, он ещё больше не спал. Короче, его качать нельзя. Нужно просто создать тишину. Няняшку какую-то рядом. И он и сьёт. Ещё он поспит, понежится. А когда качает, он к этому не привык. Я смотрю, а по камере она его качает такая. Я говорю, мама, иди, короче, забирай. А я была на работе. В общем, она пошла, его забрала. Он обрадовался, прибежал к ней. Вот, и мама поговорила с воспитательницей. Она говорит, что, в принципе, он нормально лёг спать. Всё хорошо. Говорит, можете его оставлять уже, в принципе, на сон. И что они после сна потом делают? Они играют. Полдник. Потом полдник. Потом идут гулять. И вот после гуляния вечернего можете забирать. Но это и хорошо, потому что у меня, как правило, сил... Я из последних сил иду с ним гулять вечером. То есть утром ещё более-менее, да? А вот вечером как-то уже из последних сил. Лично я. Поэтому очень хорошо, если он будет гулять там. Я его уже буду забирать. Мы будем время дома проводить. Это будет хорошо. Поэтому сегодня он у нас остаётся уже там, в садике. Гулять. Вот. И что ещё хотела рассказать? Что ещё хотела рассказать? Говорила я или нет, что всё купила, все билеты купила. У нас вообще будет целое приключение там. Я до сих пор ещё не понимаю, куда я иду, и что я там наорганизовала, и что нам ещё наорганизуют. Вот. Пока что секретом, куда мы едем конкретно, и какой у нас будет маршрут. И что я там сняла? Я там сняла дом. Не гостиницу, а дом. И это тоже какое-то новое приключение. Дом находится прямо в центре, то есть там рядом всё находится. Но это отдельный дом. И, короче, как-то вот немножко я не представляю чуть-чуть, что будет вообще. И я думаю, что я вот эту камеру хочу проверить. Я так посмотрела уже некоторые, слишком большой, мне кажется, обширный этот идёт. Угол. И мне кажется, как-то мне далеко или непривычно видно, или я не знаю, хочу сейчас быстро смонтировать это видео какое-то, какое-то такое, ни о чём, обо всём, не знаю. Вот. И посмотрите вообще, что вы скажете. Пишите мне в Инстаграм, вот здесь вот, что вы скажете, как если я буду на эту камеру снимать блог за границей, в Европе. Вот. И может быть здесь настройки какие-то поискать. Просто когда боком немного снимаешь, вот так вот, как-то лицо искажается, что ли. А, мамка сейчас готовит мою любимую капусту с сосисками, да? Угу. И соус вчера сварила, да. Мама у меня готовит, за что я безумно благодарна. И кто спрашивал мою любимую еду, да, капуста тушёная с сосиской или с колбаской, это одно из моих любимых блюд. Только она должна быть обязательно тушёная, свежая, а не квашеная. И вот в ристики куда-нибудь или приду, или в кафешки какие-то, и беру с надеждой, что сейчас будет вкусная моя любимая капуста, но она квашеная, и это вообще не то. Квашеную и тушёную не люблю, а вот свежую. Второй день после того, что мне вот плохо было, и слабость же вот эта. Прям тянет в сон, прям днём я чувствую, что организм хочет спать. Я не буду себя пытать, хотя нужно снять видео, помонтировать. Я лучше посплю, и более того, я смотрю вот, чтобы вы понимали, вот камера, вот мой малышик, он вот здесь спит. И он, кстати, сразу заснул, многие дети ещё вертелись, и он у меня вот так вот как лёг, так и уснул. И от того, что я смотрю, у меня всегда включена уже камера, то есть если я не разговариваю по телефону, или ничего не делаю на телефоне, то я её включаю вот так, и она стоит у меня там на полочке, ещё где-то. И я нет-нет поглядываю, что малыш мне делает. Вот, и я смотрю, что он спит, и мне тоже так хочется спать. И я вот пришла, поставила вот так вот всё это сюда, чтобы поглядывать за ним. И сама тоже лягу сейчас в спать, потому что хочется спать. Хотя я сегодня целый день, и реально и выспалась, я вчера в 10 легла, утром встала в 8, выспалась, и всё равно вот упадок сил такой. У моей тёти день рождения сегодня. Я поняла после вчерашнего, что я теперь буду всем желать здоровья, потому что чего бы у нас в голове не было яркого и желаний всяких, и вроде бы в голове много всего, но если ты не будешь следить за своим здоровьем, не будешь высыпаться, не будешь кушать и получать витамины какие-то, да, и будешь переутомлять свой организм, как это делаю я, то ничего хорошего из этого не выйдет, и в один прекрасный момент просто твой организм скажет тебе полежать. И всё, и всё. И нет ни желания ничего либо делать, ни сил, ты вообще ни о чём не можешь думать, то, кроме о том, как у тебя что-то болит. Поэтому я призываю всех, если кто-то вдруг ведёт такой же образ жизни, как и у меня, и точно так же работает, девочки, пожалуйста, аж до слёз. Берегите себя, это так важно. Мы пришли. Ай, да, девочка колесо делает, как красиво, да? Короче, он сегодня даже не заметил, как я зашла. Кто-то смотрит в другую сторону, я его такая, да и не обрадовался, соскучился явно. Мамочка, на пару секунд, давай? Давай. Вот ты, молодец, ноги на голову. Маленькая горка тут для тебя, совсем для деток уже горка. Мы большие. Мы большие, нам на большую надо горку. Ты, ты взрослёк такой? Так, давай не крутись. Не крутись, Зая, а то упадёшь. Вот так вот, голова будет кружиться. Пойдём погуляем, Зая. На ручке. А диком не надо быть. О, мой господин. Короче, взросляк, взросляк. Но я сегодня, Дэн, соскучилась за тобой, на самом деле. Целый день в садике, вот полшестого забрала его, я соскучилась. Даже с учётом того, что я спала, часа два я поспала. А мне сказали, что ты поспал всего часика, а потом бежал. Говорит, дома тоже так мало спит? Я говорю, нет, дома мы можем по три-три с половиной часа давать. Когда я поеду в Европу, Зая, я буду очень скучать. Прям, я даже не знаю, созваниваться с ним по скайпу или нет. Он же увидит, будет тоже переживать что-то это. Я прям не знаю даже, как лучше делать. У меня голова ещё болит, на самом деле. Ну, я думаю, сейчас свежим воздухом, может, надо так подышать и лучше будет. Зайчонок, мой взрослёк. Привёл пацан на эту площадку. Я говорю, здесь ничего нет, ни горки, ни песочницы. И вот он с мячиком. Что? Что, мой маленький? Что, на ручке? Вот, вот, соскучился за мной так за целый день. Что на ручке ко мне бросается, да? Всё, куда пойдём? Куда идём? Туда? То есть ты не хочешь с этой площадки уходить, на которой ничего нет? Вот и ходим. Ветерок немного холодненький. Такой прохладненький. Сейчас чуть-чуть ещё погуляем, пойдём домой. Будем обниматься целый день. Целоваться. Так, лавочку посидеть хочешь? Ветер что-то дует. Заодно проверю, как при ветре снимается. Слышно меня или нет. Дэнни, расскажи, как в садике ты был. Ты английский учил, сказали уже. Ты расскажешь? Расскажи. Расскучился за мамой, скажи, да? Ой, сладкий. Я тоже скучала. Прям невозможно как. Свидел отсюда день с тобой. Вставай, мама, да? Куда пойдём? Куда пойдём? О, может уже выходить будем отсюда, да? Ну, пойдём. Привет! Слушайте, на самом деле, что-то мне не хочется вас отпускать. Влог я уже закончила. И потом что-то у меня ещё мысли появились. Думаю, надо девочкам сказать. Потом что-то ещё думаю вот это сказать. И я не знаю, будет ли это в новом влоге или будет это всё в этом же влоге. Всё зависит от того, насколько я уже тут наболтала вам. Так, что сегодня за день? А, хотела немного сказать за малого. Алло, у меня до сих пор навигатор разговаривает там со мной. Немного хотела сказать за малого. Я уже в Инстаграме выложила в IGTV видео, но думаю, что вам здесь тоже будет полезно это узнать. Первое, это то, что пошли мы к платному врачу впервые. И я офигела, что она не стала нам кучу всего прописывать, выдягивать деньги. Мы пошли в классные. Сейчас, целая поляна. Целая поляна гамага. Как раз, когда я начала говорить. Я тоже ещё молодец. Выбрала место, да? Дорога. В общем, решила пойти к платному лору, потому что нашего там не было, и нужно было записываться. В общем, целое дело. А мне нужно было срочно узнать, что как бы с ребёнком, что-то как бы серьёзное, несерьёзное, потому что он две недели, вот как мы пошли в садик, у него как бы сопли. Но они то идут, то не идут, они прозрачные, ничем больше это не сопровождается, то есть ни горло, ни температура, ни кашель, ничего. И периодически то они текут, то они не текут. Я же, как мама, вот это все лекарства, там, и деренат, и сеалор, и називин, и что бы там растворялось, и что бы вытягивало, и для профилактики, в общем, всё на свете. В общем, две недели это происходило, а потом вдруг у него в один день температура. То есть уже третью неделю мы начинаем ходить в сад, и вдруг у него температура. Я начинаю переживать, на следующий день мы не идём в сад, мы идём к лору, к платному. И этот платный рот, платный рот, и этот платный лор открывает мне глаза и говорит, зачем вы ребёнка мучаете, вы иммунитет ему тем самым сажаете, не даёте возможности его иммунитету самому бороться с болезнью. Вот. Короче, я её послушала, она мне понравилась, и она сказала, ничего не нужно делать. Убрала все наши лекарства, которые есть, и оставила только Акваморис Стронг. Стоит 258 рублей, он для детей и для взрослых. Там более концентрированная соль, она снимает заложенность, отёчность в носу. Просто пшикаю, кстати, очень удобно. И всё. Ну вот я пшикаю сейчас, у ребёнка даже, ну как бы, ну проходит, всё проходит. температура у нас за один день поднималась до 37,7, я ничего не сбивала, ничего не делала, вечером этой температуры уже не было. А, нет, утром я свечку в эпирон засунула, она говорит, что хватит эти свечки, ему подсовывать. Вообще, что это, в эпироны, интерпироны, и все-все-все, короче, сажают иммунитет. В общем, не нужно всего этого. Всё нужно по мере, по мере. Если сильная температура, её сбиваешь. У детей это до 38,5. Если до 38,5, сбивать не нужно, организм сам горит. Вот. Ну всё. А нос, так как мы и на зиме капали, и всё-всё на свете, она тоже говорит, всё, на зиме, уже говорит, на него, наверное, у него. Это идёт реакция, и закладывается нос. Всё. Я счастлива. Уже вечером у ребёнка температуры не было. Ночью спал прекрасно. Нос не беспокоит. Утром температуры не было. Отправил его в садик на полдня, на всякий случай. Думаю, пусть придёт, и мы посмотрим. Он пришёл. Ни соплей, ни температуры. Всё замечательно. И, в общем, завтра он пойдёт на целый день. Завтра уже пятница. Последний день. И всё. Он у нас уже ходит на целый день. Всё нормально. Так. Это я вам сказала. Что нужно иммунитету давать возможность бороться. Далее. Я иду сейчас в Сицилию. Оказывается, она у нас здесь рядом. Если я не видела, она то ли новая, то ли я не доходила сюда. А я... У меня сегодня целый день в голове. Это их кофе холодный. Я его очень люблю. Они его как-то делают. Не помню. Фрапучино называется. Но они там делают его с сиропом и так далее. Очень вкусно. И он у меня весь в голове холодный. Вообще, холодный кофе нигде не умеют делать. Мало где. И то даже я в Сарбаксе брала. Но в Сарбаксе тоже что-то в последнее время один лёд на зубах скрипит и всё. Короче, я иду в Сицилию специально. И вообще ещё голодная. Сейчас у меня нет аппетита. Я ем, потому что надо есть. Мама за этим следит, потому что мне было плохо. Говорила вам или нет. У меня безумно болела голова. Три дня у меня болела голова. Три дня я не пью кофе. Вот сейчас три дня прошло. И на четвёртый день я решила немного выпить кофе. Просто потому что я люблю этот вкус. Ну, я нормально просыпаюсь и всё хорошо. Сейчас съем здесь либо суши, либо пиццу. Ну, в общем, здесь много всего интересного. Есть лох. Сицилия прям у нас оказывается рядом с пить кофе. Это Шолохово. Это вообще супер-пупер. И я бы вообще... Я уже давно хочу заказывать отсюда домой еду. У меня даже есть брошюрка, что там, если ты заказываешь каждые семь дней, у тебя скидка всегда будет 20%. Так, сейчас я сюда зайду, поем, попью кофе. Сегодня отправила все посылочки девочкам. Очень много сообщений, много всего, много новинок в магазине. Я на самом деле безумно кайфую. Я безумно кайфую затупаться. Я безумно кайфую, когда приходят мне вещи. Их открывать. И многое-многое другое. Конечно, есть свои подводные камни. Есть поставщики, которые присылают разные вещи. Не все вещи эти я выставляю на продажу. Оставляю их или дарю кому-нибудь, отдаю. Только самое хорошее, что мне нравится, от чего я в восторге, я продаю в магазине. То есть это тоже такой момент, когда вы тратите, но вот в интернет-магазинах, когда вы сотрудничаете опытом, до конца не знаете, что вам придет. Но когда уже проверенные вещи, конечно же, они у меня продаются в магазинах на постоянке. Что еще, что еще, что еще. Короче, я кайфую, когда пакую, запаковываю все это. Когда общаюсь со своими девочками, они что-то заказывают. Короче, вот так хочу с вами делиться. И сейчас вот я поеду в Европу, я ловлю себя на мысли, на том, что я хочу, я хочу найти место, где все недорого и фирменное там, да, и клево. И хочу наладить связи, если такая будет возможность, чтобы и моим девочкам было хорошо, чтобы они тоже могли что-то недорогое, но фирменное, брендовое, с Европы прямиком себе заполучить. Я не совсем уверена, что как бы там нету ничего такого, но есть люди, которые тоже с вещами связаны. Возможно, что-нибудь получится, это будет очень клево, если наладится поставка еще с Европой. Это вообще было бы круто, но не факт. Такие мысли есть, просто я ловлю себя на том, что я хочу делиться всем, что нахожу классное, суперское с вами, потому что вас люблю. Вот. Что еще? Я вся в предвкушении. Хочу есть, хочу кофе. Пошла. Вот присела и заказала себе тучини с креветками. Что-то я давно не ела макарон нормальных, классных. И мой любимый фрабучино орех карамель. Жду, не могу, слюнить вот прям. Пока не знаю, что, в инстаграм что-нибудь скажу, что пойду. Вот, кстати, смотрите, какие десерты у них, как тучини. Обожаю вот этот десерт, нежный десерт про любовь. А вот шоколадный, пришоколадный, вообще кайф. Я вот это хочу, и это хочу, и это хочу, и это хочу. И это, и это, и это. Все хочу. Еще здесь даже суши есть. Японская, итальянская, русская кухня здесь. И, кстати, здесь есть один день, когда детям бесплатно, представляете, еду дают. Среда, по-моему. Вы приходите с ребенком, вашего ребенка бесплатно кормят. Кайф. А что это за бутылка от кефира? Это не бутылка кефира, это очень вкусный крапочек. Бутылка от кефира. А вы думаете, я одна сижу в кафе? Нет, мой любимый подошел. Мы сидим с ним вместе. Вот он вот здесь, на телефон. Ты с кем его назовешь? С подписчиками, с девочками своих. А у тебя что, там в эфир идет? Нет. Влог записывал. Зая, что будешь заказывать? Будешь что-нибудь? Бухло есть. Бухло есть. Бухло? Зая, ну что, девчонки, я тебе подумаю, что ты любишь выпить? Да, мне водка. Зая, мы же с тобой любим серьезные напитки. Серьезные что? Напитки. Да, водка. Это серьезно, да? Ой, я водку не люблю. Не, на самом деле, водка это классно. Иногда. Типа, голова не болит, да? Да, ну водка. А ну нафиг водка. Птичь. Карьяна. Ты искай. Зая, ну ты как хочешь, я заказала себе фетучиния с креветкой. Будешь? Я рыбу наелся. Классно тебе. Рукола. Люблю. Ладно, мы пошли поболтаем. Прикольно. Р tard. Ранд. Редактор субтитров.